МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскопа. Сегодня мы, как обычно, расскажем вам о самых ярких событиях культурной жизни нашего города. Сейчас в Рязанском художественном музее работает персональная выставка Маргариты Будылёвой. К сожалению, побывать на её открытие нам не удалось, зато автор согласилась встретиться с нами лично и рассказать о представленных на выставке экспонатах. Выпускница Тбилисской государственной академии художеств Маргарита Будылёва мастерски сочетает в своих работах яркость красок и жизнерадостность, свойственные грузинской школе живописи, с необычностью сюжетов, в которых переплетаются и восточные, и сказочные темы. В живописных произведениях Маргарита очень органично связала южное грузинское солнце с нашей, былинной Русью. Получилось искренне и красиво. Художник не боится экспериментов, смело выражает себя и свой внутренний мир. Всегда очень интересно посмотреть на этого неожиданного для Рязани автора, потому что воспитанная на совершенно другой для нас культуре. Это Тбилиси, это Грузия, это во многом для нас искусство Востока. Человек очень богатой книжной культуры, художник-график, приехав в наш город 20 лет назад, она сформировалась вот в том виде, как мы видим её сейчас в залах музея. Это то, что началось на Рязанской земле. Литмотивом проходит через всё творчество художницы, «Тема птиц» и «Образ ключей». По-особому звучит в работах Маргариты Будулёвой «Кукольная тема». Словно сходя с полотен, они обретают зримый облик в витринах, где представлены работы мастера. Кукольный дом, как замкнутое пространство, которое является моделью более серьёзного мира. Кукольный дом. Куклы, которые пародируют человеческое видение, которые нам интересны постольку, поскольку нам интересен мир человека. Куклы Маргариты Будулёвой не менее интересны, чем её живописные полотна. Вниманию зрителей представлены героини и в народных костюмах, и волшебные фантазийные куклы. Куклы живут в коллажах художницы, которые продолжают столь любимую ею сказочную тему. На выставке «Золотая купель» представлено более ста произведений художницы, которые способны перенести любого посетителя в сказочный мир. На минувшей неделе в Рязани с гастролями побывал Московский театр «Глобус». В нашей съёмочной группе удалось увидеть один из спектаклей, который сыграли артисты для рязанского зрителя. Московский драматический театр «Глобус» был основан в декабре 2014 года двумя братьями Кириллом и Филиппом Марцевичем, в память об отце, народном артисте России Эдуарде Марцевичем. Сегодня в этом театре играют только приглашённые актёры. Среди них и Екатерина Порубель, известная многим по сериалу «Серафима прекрасная». Именно она сыграла главную роль в спектакле «Два мужа одной жены», который представил театр «Глобус» на сцене Рязанского областного театра драмы. По словам Екатерины, её героиня – яркая, холёная, уверенная в себе женщина, которая блестяще может выйти из любой, даже самой сложной ситуации, ни капельки на неё саму не похожа. Но тем было интереснее вживаться в эту роль. Я, наверное, в жизни более простой человек. Она такая холёная женщина. Такая вот, она знает, что она женщина, женщина. Она всегда накрашена, она всегда при маникюре. Она всегда на каблуках. Про меня такое, как бы, в жизни сказать невозможно. Я, скорее, мать, которая натянет на себя пуховик и пойдёт с детьми на площадку. Вот. Нет, конечно, я так утрирую немножко. Вот. Но, наверное, всё-таки я немножко другой человек. И для зрителей все, как бы меня привыкли видеть в роли деревенской женщины исключительно, наверное, для людей будет как-то немножко странно. Вот. Но я не боюсь поражать зрителей. Екатерина вместе со своими партнёрами по сцене Антоном Чудецким и Виктором Юрченко рассказала зрителям довольно забавную историю, которая произошла в одном из южных городов Европы. Два главных героя при необычных обстоятельствах узнают, что они оба женаты на одной женщине. С этого момента их жизнь превращается в интригу. Тонкий юмор и блестящая игра актёров не оставили зрителей равнодушными, подарив им незабываемые эмоции. Ну, собственно говоря, именно этого и добивались актёры. Потому что зрители должны приходить в театр и получать только добро, смех и хорошее настроение. Кстати, в день, когда спектакль игрался в Рязани, у одного из актёров, а именно у Антона Чудецкого, был день рождения. По его словам, он уже привык именно таким образом отмечать этот день. И лучшим подарком для Антона стали овации, которые подарили ему рязанцы. Мы уже привыкли, что если речь в нашей программе заходит о театрах, то чаще всего это либо гастрольные, либо премьерные спектакли. Но в нашем следующем сюжете мы расскажем вам об актрисе Рязанского театра «Кукол», у которой скоро состоится бенефис. «В лунном сиянье снег серебрится, вдоль а по дороге троечка мчится. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит, этот звон, этот звук много мне говорит». Те, кто бывал в театре «Кукол», наверняка вспомнят этот чудесный голос. Принадлежит он одной из талантливейших актрис театра Светлане Кострикиной, которая сейчас готовится к своему юбилею. К слову сказать, готовится не только она, но и весь театр. Ведь 26 февраля пройдет творческий вечер актрисы. Бенефис приурочен к юбилею Светланы и обещает зрителям, согласно афише, шутки, романсы по Чехову и не только. «Мы вот в одну телегу решили впрять коня и трепертную лань, и тут тебе и Чехов, тут тебе и импровизация, тут тебе и поздравления коллег, тут тебе и слово начальству, тут тебе и юмор, шутки, и работа из куклы, и живьем, тут тебе и романсы. То есть все вместе в одном флаконе». И все это, конечно же, будет в честь юбилярша. К слову сказать, Светлана мечтала о профессии актрисы именно кукольного театра с самого детства и пришла работать в Рязанский областной театр кукол сразу после окончания Горьковского театрального училища, а именно в 1989 году. Правда, с труппой она познакомилась немного раньше. Об этом до сих пор вспоминают ее коллеги по сцене. «Мы с ней познакомились вначале на фестивале в городе Нижний Новый год. Мы туда приехали со спектакля «Маленький принц», а Света тогда училась в театральном училище, и она была нашим куратором, то есть ухаживала за нашим театром. Водила нас кушать, где нам спать, где обедать, и когда наш спектакль идет, она обслуживала наш спектакль. И так случилось, что спустя полтора года по распределению она попадает к нам в театр. Мы ее уже знаем, это наш куратор, но когда мы услышали, как она поет, конечно, мы были все очарованы, потому что такой иметь волшебный голос, такие музыкальные данные, это просто восхитительно. Действительно, голосом Светланы восторгаются и зрители, и коллеги, и в том числе заведующие музыкальной частью. Мне, как зав музыкальной частью, это просто такой огромный подарок. Просто у нас таких голосов только Ковалев, Светлана Кострекина. И больше нет. Молодые, к сожалению, приходят, ну, совсем слабыми голосами. А из-за того, что Светлана необыкновенная, такой богатая, именно обертонами, очень красивый низкий голос, и все, когда вот она играет в своей работе, просто вот до мурашек прибирает все вот все ее работы. И вообще она очень, очень профессиональный, глубоко профессиональный человек, очень серьезно относится к своей работе. От коллег Светланы мы услышали только добрые слова в ее адрес. Все как один утверждают, она прекрасный человек и талантливая актриса. Со спектаклями театра Светлана принимает участие в работе известных театральных фестивалей, а также во всех значительно гастрольных поездках рязанских кукольников. На сегодняшний день она занята в спектаклях «И наказание», «Снился мне сад в подвенечном уборе», «Три поросенка», «Заколдованные принцессы», «Кошкин дом», «Осмоны» спектаклям «Сказка о мертвой царевне» и о семи богатырях, отмечающем в этом году 20-летие. Светлана покорила не только всю Рязанскую область и многие города нашей страны, но и Норвегию. В общем, свою работу актриса любит, но к приближающемуся юбилею относится философски. Я не думаю, что для меня это какой-то рубеж, просто так жизнь шла-шла, и вдруг бац, пришло. В общем-то, нет. Знаете, кукольники, они до конца жизни, до смерти, даже если уже не работают в театре, они в душе себя чувствуют очень молодыми, потому что кукольный театр, он располагает к такой молодости, искусство для детей, то есть невозможно быть в душе стариком и работать в детском театре, это невозможно. И, в общем-то, случайных людей в кукольном театре нет, потому что кукольный театр, он не предусматривает поиска какой-то легкой жизни, какого-то чрезмерного тщеславия, удовлетворения этого тщеславия, потому что и случайные люди тут не работают. Если ты не понимаешь этого, не любишь, ты просто не сможешь здесь работать, ни физически, ни духовно, никак. На бенефис Светланы Кострикиной юбилейное предложение, которое состоится 26 февраля в Театре кукол, приглашаются все. И те, кто знаком с творчеством актрисы, и те, кому пока не посчастливилось увидеть ее на сцене. Наверняка вы получите огромное удовольствие и массу положительных эмоций. И чего только не придумают современные люди, чтобы хотя бы на несколько мгновений почувствовать себя рыцарем или настоящим пиратом. Так, например, в нашем городе был организован клуб аутентичных развлечений, где все это стало возможным. Храбрые рыцари, коварные пираты, прекрасные принцессы, ожидающие своего спасения высокой башни. Думаете, все это сказки? Возможно, но любой из нас может стать ее героем. Примерно так же рассуждали ребята, которые 10 лет назад решили объединиться и создать единственный в Рязани клуб аутентичных развлечений. Изначально это было объединение творчески настроенных людей, которые увлекались историей, увлекались фэнтези, фантастикой, романтикой меча и топора, красивых светских балов и стремились совершить какой-то подвиг. Поскольку рамки 21 века этого не позволяют, они увлеклись историческими фестивалями, реконструкцией, ролевыми играми живого действия и, как я уже выше сказал, балами. Со временем движение росло, приходили все новые люди, мы развивались и вот сейчас, несколько лет спустя, мы базируемся на станции технического творчества, где есть огромный потенциал для восстановления объектов материальной культуры прошлого, создания доспехов, вооружения, замечательных костюмов. И своим увлечением мы можем не только заниматься сами, а еще и делиться с окружающими. Это объединение получило вполне подходящее ему сказочное название «Монсальват». Ну а клубом аутентичных развлечений его назвали, потому что ребята действительно стараются, чтобы созданные ими костюмы, доспехи, показательные выступления и театральные постановки были максимально приближены к действительности. Так, например, боевые доспехи создаются здесь практически по средневековым технологиям. Полного станочного оснащения у ребят нет, так что приходится пользоваться исключительно ручным инструментом. Это готический наруч 15-16 веков. Он защищает локтевой сустав от прямых ударов стальным оружием. Делал я его где-то около месяца. Сейчас он близится к завершению. Илья пришел в Монсальват около трех лет назад и заинтересовала его именно возможность создавать средневековые доспехи. Наверное, в каком-то смысле я переношусь обратно в ту же эпоху, представляя, как это делали кузнецы того времени. И вообще мне нравится работать с металлом. Еще до вступления в клуб Илья занимался плотницким делом и даже опыт работы с металлом у него был. Но создавать именно доспехи – это, с точки зрения юноши, нечто особенное. Я, наверное, от этого даже фанатею. Я начинаю ходить вокруг, осматривать поподробнее, как это у меня вообще получилось. То есть, когда процесс идет по отдельности, то есть что-то там, какое-то ребро выбиваешь отдельно, и потом шлифуешь, и в конце концов ты видишь, какая картина в целом получается. И хочется это даже сфотографировать, показать сразу друзьям, ну, наверное, похвалиться. Руководитель студии Никита Панкин тоже увлекается кузнечным делом. Так, например, им был изготовлен вот этот необычный клинок из дамасской стали. Дамасская сталь изготавливается довольно-таки сложным образом путем сваривания так называемого пакета кузнечной сварки из различных сортов стали. Чаще всего это твердая, высокоуглеродистая сталь и более мягкая, чтобы клинок сочетал себе в одновременно твердость и не был слишком ломким. Рукоять мы выполнили в виде такой завивающейся кобры, змеи. Этот нож можно использовать в показательных выступлениях, как, например, ритуальный кинжал какого-нибудь волшебника, который собирается принести в жертву прекрасную даму. Однако мужчинам в этом клубе приходится не только ковать оружие и доспехи, но и шить. Вот, например, этот костюм я пошил собственными руками. То есть пришлось мне освоить не только кузнечное дело, а еще и швейное мастерство в своем увлечении. Конечно же, швейное мастерство больше по женской части. Однако девушки в клубе Монсальват далеко не всегда занимаются такой спокойной работой. Иногда приходится и шпагой помахать. Одно из последних показательных выступлений – это как раз то, где мы фехтовали и стреляли из мушкетов, и убивали. Убивали, да. Именно вот в таких мужских красивых костюмах. В клубе Монсальват не просто фулют доспехи и оружие, но еще учатся этим всем грамотно пользоваться, чтобы потом участвовать в показательных выступлениях, даря зрителям возможность окунуться в прошлое. Так что если вы неравнодушны к звону пенков и стрельбе из лука, восхищаетесь рыцарскими подвигами и мечтаете о путешествии во времени, знайте, клуб Монсальват может все это вам подарить. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова